Шил Наренгасай Бхарадж и он Манжари Сваруб. Мы начнем с этого. Мы медитаем на том, как он является Раман Манжари, который приводит к Абисару. Ты готов, Ратка Гевинга? Да, да, я готов. Ну давай. Представь, что они бегут, что Рамана немного впереди, а Ратка держит у нее руку на плече, у Раманы Манжари. И Рамана бережно ведет ее по ночным тропинкам Вриндавана на встречу с Говиндой. Кто-то переведет? Рады, рады. Говинда Мохани, у вас вы все настраиваете? Хорошо. Итак, Шримати Радыка, actually, Шримати Рамана Манжари bring Шримати Радыка to the Bissar, to the meeting with her beloved Mohan by going by the narrow path in the forest. Городев попросил сегодня вначале прославить Нарайан Махараджи. Я зачитаю один стих, вступительный стих, или начальный первый стих, молитвы, посвященные его сваду Павереши. Погруженный в Кришну-приему. Ты забыл о своем саджи-гадэхе. Ты, Ильяна, увеличивающая настроение Манжари-бхавы. Настроение Манжари. И по Твоей милости, по Твоей милости мы можем получить это настроение. Настроение Манжари. О, Рамана Манжари, когда же, когда ты милостью взглянешь на меня из уголков своих глаз. Кто-то будет приводить? Похоже, Гавин Дамахини здесь нет. Хорошо, я могу перевести, но мне нужно по предложениям, я не смогу перевести все в целом. А, ну ладно, ладно. С какого начать тогда? С самого начала. С первого, с первого, с первого. Хорошо, дорогой. Прости. Дамадар Парабху Дамадар Парабху choose the first shuloka of Shri Ramanamanjari ashtaka written by Shri Ramadho Maharaj to glorify Shri Ramadho Maharaj to glorify Shri Ramadho Maharaj. Городей попросил прославить вначале прославить Нарайна Махараджа. Поэтому я исполнил это произведение, которое описывает его сварупу, содержание, его вечности. Потому что сегодня с день-то появления of Shri Ramadho Maharaj our Shri Gurudev requested us first to glorify Shri Ramadho Maharaj. What is why I choose with Shri Ramadho Maharaj to where he is glorified in his eternity, in his сваруп as Shri Ramadho Maharaj. Погружённый кришна-приему completely absorbed in Krishna-prema. И здесь мы можем понять, что погружение в Krishna-prema — это погружение в настроение Шримати Радхики. And from this statement we can understand to absorb in Krishna-prema means to absorb in the mood of Shrimati Radhika because this is her mood. because she is Krishna-prema. Because she is Krishna-prema. And to absorb in her moods how she is thinking, how she is feeling, is this what we want to be, what does it mean to be absorbed in her mood? Погружённый кришна-приему ты забыл о своём садвикадехе. Be completely absorbed in Krishna-prema. Be completely absorbed You completely forget about your садвикадеха. По твоей милости мы можем осознать свои духовные тела. By your mercy we can realize our own сварупа, our own spiritual bodies. Ты, Лиана, золотая Лиана, увеличивающая таттабхаву, настроение Манджари, настроение Манджари. Your golden lata means wine which is giving, increasing the mood of таттабхава, the mood of Манджари. Таттатбхава. О, Шримати Раманаманджари, когда же, когда ты взглянешь на меня из уголков своих глаз? о, шримати Раманаманджари, вы может случиться в разных обстоятельствах. И когда, например, Ратика идет навстречу, идет готовить в Нандабхаван. It can happen in any circumstances, for example, when she is going to Nandabhavana to cook for Krishna in morning time. Или в других обстоятельствах. or maybe it will be other simple other situation. Рама Нараманджари может бросить взгляд, которым скажет, что нужно поправить. And Shri Рама Нараманджари just cast side long glance on us and by this glance she will tell what we can correct. what we can do in this situation. What service can do? I will immediately turn into memories to start the process of the worshiping. Now I come to the процесс of remembrance just to start the glorification ask the mother probably means uh is it correct this is the greatest fortune in my life when i come that to the touch to this greatest person я помню это событие это событие которое стало поворотом в моей жизни как на райана махарадж выпрыгнул из глубин моего сердца наружу хаус шилан ренга самарадж jump out from the deep of my heart to outside и несмотря на то что у меня не было никаких средств через три дня я был уже у него это было чистое чудо потому что я летел на трех самолетах трех рейсов и салют ай ченч фри флайс я когда была возможность между самолетами двигаться я делал маленькие шаги ходил потому что слышал что каждый каждый шаг что каждый шаг это шаг навстречу истине очень благоприятны но ты ходил я стал джапу и ходил и это непередаваемое ощущение очень ценное, сверх ценное переживание, которое полностью изменило мое мировоззрение, мое мировоззрение. Гаврина Дамохини, вы можете переводить? Она уже просто видела здесь. Рада, тогда я вам передаю перевод, пожалуйста. Это физическое ощущение, когда у тебя колени подгибаются и слезы текут просто от того, что ты видишь, как приближается эта милость. Я помню этот автомобиль, который подъезжал и вез эту олицетворённую милость, и слёзы ручьём текли, и это положение, колено преклонённое, не было религиозным действием, это было естественным состоянием, естественной реакцией. И когда этот кармин гурадев был приближением, я чувствовал, как мои knees были вверху. И это было очень натурально, что я стоял перед этим персоной, который был в Мерси. Для меня это не было ритро, чтобы стоять на мои knees перед ним, И после ухода Шилы Гурадева я был погружен в эту боль разлуки с ним долгое время, долгое-долгое время. До тех пор, пока на одной из лекций не услышал одного чудеса, до тех пор, когда я услышал лекцию одного очень хорошего японского человека. Это единственный японец, которого я знаю лично. Потому что он единственный японский человек, который я знаю лично. Чудесный Джейнанда Махарадж. И он подарил мне другое настроение. Настроение, которое я не понимал. Теперь понимаю. И теперь я живу не в состоянии разлуки с Адхакадехой, а в предчувствии встречи. В разлуке с Адхакадехой. А, Адхакадехой. Да, да. И теперь, от того времени до того времени, я живу не в зависимости от Садхакадеха, от моего Гурадева, но я живу в какой-то антисипации, в какой-то ощущении будущего встречи с моим Гурадевым в его Диванной форме. Это я так мягко передаю бразды правления, чтобы услышать голос, по которому скучаю. Голос Джейнанды. Я так мягко передаю его голосом. Я благодарю Базару. Да, да. Дамодар Прабху, он говорит, что он очень благодарен для вас, потому что, потому что, потому что, потому что, вы ему дали ему другую позицию, другую позицию, другую позицию о его Гурадеве. Ну, вообще, я не могу говорить о Шри Анна-Нарая Махараджи. И, может быть, вы знаете, что-то, как Рада Говинда Баба и Рада Чаран Баба, они могут больше сказать о нем. Может быть, кто-то из них имел более близкое общение, с Шилой Гурадевом, но, поскольку Дамодар Прабху меня попросил, я должен что-то сказать. Я приехал во Вриндаван в 1987 году, и с другими преданными мы направились в Кешава Джигаудия Мат. Тогда Шилу Нарая Махараджи еще не был гуру официально, он был просто саньяси. Но тогда, вот я вам честно скажу, я прям внутри почувствовал, насколько он прекрасная личность, насколько он замечательный, саньяси. В то время я был в Искон, и я любил Паба Пада, и в то время Нарая Махараджи не был гуру официально, так что я не могла обращаться его сразу. Но тогда я был в Искон, и Нарая Махараджи не давал какие-то... Но уже тогда, вот честно сейчас вспомнив свои чувства, я могу признать, что тогда уже я его начал глубоко в сердце считать своим шикшеном. Я думаю, что я делал на первый раз здесь в его хари-катах, в самом самом деле, в 1988 году, что это было в Искон, на первых раз в Бража-мандала-парикэраме Ан彪. В то время наш отношения не было так, но довольно то, и Роканата Свами решил встретить Нарая Махараджи. В 1988 году была организована Враджа Мандала Парикрама, когда Шила Лаканадха Госвами, он организовал встречу с Нарайной Госвами Махараджем, проводился вместе Киртан и Парикрама, тогда еще отношения с Конно Гаудия Мадха были нормальными. И тогда я услышал впервые его патху в 1988 году, тогда еще Шила Нарайна Махарадж не говорил так, бегло на английском, он говорил больше на хинди, но мое сердце, оно почувствовало те вибрации, которые исходили от него во время Харикрама. И в то время снова и снова его лотосные стопы меня привлекли. И далее в 92-м или 94-м годах я снова и снова встречался с Нарайной Махараджем, мне кажется, это было уже в Новодвипе во время Харикрама. И тогда уже в 90-х годах я уже пытался практиковать Рагануга Бхакти как мог, как я это понимал. Конечно, это не было настоящим Рагануга Бхакти, но вот как я себе его представлял, я пытался это делать. И тогда мне очень нравился Шила Горгавинсвами Махарадж и я очень часто его посещал. И в 96-м году Горгавинсвами Махарадж и я не знаю, что делать. В 96-м году Горгавинсвами Махарадж и я не знаю, что я не знаю, что-то записано. Ходи Дама, for some time.